Здарова всем парни, у микрофона ветеран, зовут меня Дмитрий. Ну и в этом ролике хотелось бы рассказать вам о нескольких пулеметах нашей игры, которые помогут вам в прохождении твоей миссии и спецоперации. Разделять на топы я не буду, дабы никого не обидеть, просто банально под запись расскажу плюс-минус о каждом пулемете, о его минусах, недостатках и плюсах. Опять же, играть с каким решать только вам, но поверьте, если вы соберете один из этих пулеметов, играть вам станет ПВЕ гораздо легче. Ну что, поехали? И открывает наш топ пулемет РПД каста. Возьмем версию Якутза, так как его проще всего получить. Чтобы получить его хотя бы на 2 дня, вы банально проходите восход профи и получаете его себе с небольшим шансом, как бы он может вам выпасть в коробке на 2 или на 1 день, ну а также и камуфляж на него навсегда. Ну а так, его можно получить в коробках удачи за кредиты, ну и по-моему, его недавно раздавали за короны в коробках. Оружие такое себе, будем честны, и внимания вашего не стоит. Итак, идем дальше. И дальше у нас идет с вами печенек. Возьмем радиацию, так как его тоже банально нелегко получить. Можно его выбить и в коробок удачи за кредиты, ну а также можете его получить в качестве награды за проход припяти профи. Падает он-то оттуда довольно-таки часто, на 2 дня, ну а также на него камуфляж вам может выпасть. Сперация не сказать, что сложная, поэтому я думаю, его может любой осилить. А так, оружие довольно-таки хорошее, не сказать, что прям имба, но если приучиться играть с ним и стрелять по головам, то все у вас получится. Идем дальше. Дальше у нас идет пулемет М60Е4. Возьмем версию АРС, так как обычная версия, во-первых, ее нет в магазине, а во-вторых, она, ну, будем честны, не очень. АРС вам позволяет довольно-таки так неплохо разносить для тех, кто не донатит в игру, или у кого нет возможности донатить. Вы его можете получить как на Марсе Профи, так и на Марсе Сложке. И он, кстати говоря, может вам выпасть с некоторым шансом даже навсегда. Поэтому, я думаю, стоит запастись терпением, походить в Марс Сложку и Марс Профи подучить, и заполучить себе этот пулемет. Пулемет довольно-таки хороший, не пожалеете. Что касается следующих двух пулеметов, а именно Пара и ДП-27, ну, знаете, конечно, на вкус цвет любителей нет, но лично, как по мне, это, ну, такое себе по пулеметам. Если Пара еще может кого-то убить, то ДП-27, ну, извините меня, для меня это, ну, я не считаю его пулеметом. То есть, довольно-таки проблемное оружие, и покупать, или там, какие-то его выбивать, я вам все-таки не рекомендую. Ну, и давайте потихоньку перейдем к уже более-менее таким актуальным оружиям, с которыми вы будете играть. И открывает наш список Шурфаер. Это новая, скажем так, или винтовка, или пулемет, называйте это как хотите, потому что многие говорят, что это винтовка, но по факту это пулемет, где даже написано это на Вики Варфейса. Поэтому каждый решает сам для себя, что это, но это довольно-таки хорошее оружие, имеет 60 патронов, да и, будем честны, урон тоже неплохой, одно удовольствие осветлять по головам. С ним можно играть как на ПВП, так и на ПВЕ, но это донатное оружие, именно оружие за кредиты, которое выбивается в коробках удачи за кредиты. Может быть, дальше оно будет из-за короны, но пока что в магазине оно имеется только в коробках удачи за кредиты. Выбивать или нет, решайте сами, но оружие довольно-таки хорошее, как для ПВП, так и для ПВЕ. Итак, давайте теперь перейдем к оружию, которое можно получить за карточки, именно собрать его бесплатно в карточках, ну и при этом плюс-минус особо не играя. И открывать наш топ это Хармс Паразит. Его вы можете собрать за карточки, которые падают за спирасу рой. То есть вы проходите рой, и в конце недели вам начисляются карточки. И, вернее, не карточки, а коробка, в которой может выпасть карточки на этот Хармс. Там 550, 250 и так далее. Не сказать, что пушка хорошая, но чисто для карточек довольно-таки неплохая. Поэтому, если у вас нет вообще пулеметов, то начните собирать хотя бы Хармс. Аналогичная ситуация и с Сайгрей, которая собирается у нас в карточках. Также вы можете пройти рой, получить карточки Паразит на нее и собрать ее. Ну или же с помощью свободных карточек собрать эту самую обычную версию Сайгрея. Ну или же пройти ограбление и собрать Сайгрей Большой Куш. То есть возможностей много, я думаю, вы можете зайти в карточки и посмотреть, какие там имеются версии. А так, это спецоперации рой и ограбление. На них вы можете спокойно эти карточки собрать и собрать это самое оружие. Итак, что касается Стойнера, то это тоже довольно-таки такое хорошее оружие. Если мне не вменяет память, его в карточках вроде как нет. Но если есть, то поправьте меня. Оружие довольно-таки хорошее, но, увы, продавалось за кредит. И сейчас, по-моему, его должны продавать за корону, если мне не вменяет память. Память и не убрали. А так, оружие довольно-таки хорошее. И если вдруг его ведут за кредит в коробке, то решайте сами, крутить его или нет. У оружия нет глушителя, но он ваншотит в голову. Для ПВЕ пушка незаменимая, так что, если у вас нету доната или хотите покрутить пулемет, но не знаете какой, то выбирайте Стойнер и не пожалеете. Следующий у нас идет пулемет. По лично моему мнению, даже лучший пулемет игры, это, конечно же, ХГК МГ-5. Пулемет довольно-таки хороший, имеет в себе 200 патронов, но у него есть большой минус. У него нету глушителя. Это тут прям реально большой минус, но хороший урон, быстрая перезарядка, много патронов и слабая отдача. Все, что нужно пулемету. Всем советую этот пулемет. И да, самое важное, его можно собрать за свободные карточки. Это вот самое важное, что можно. То есть вы можете его даже не выбивать в донате и не крутить за кредиты, а спокойно собрать в свободных карточках. Просто проходите в спецухе, там, Blackwood, Roya, Grubb, и переводите обычные карточки в свободные, и со временем вы его соберете. Пулемет просто топовый, всем советую. Ну и последний пулемет моего спинска, это XM-8 LNG каратель. Честно сказать, пулемет полная шляпа, урона нет, отдача дебильная, ну и другая фигня. Сейчас его в магазине нет, он добавляется на Хэллоуин, и, по-моему, за Warbucks его добавляли, вот не помню навсегда. Честно, на любителя. Если только брать его на зомби-мод. Вот по зомбям, да, пилит хорошо, но если вы стреляете по головам или вот с какой-нибудь золотой МГ-5, то, поверьте, этот пулемет вам просто не нужен. А так, он имеется в Warface, довольно-таки неплохой, но чисто, чтобы стрелять по зомбям и на любителя. Так что, покупать его вам или не покупать, тем более, что скоро Хэллоуин, ну, решайте сами. Ну, а у меня на этом все. В комментариях можете написать свой топ пулеметов, каких вы считаете вообще лучшими, и вдруг я не прав, и вы там, знаете, лучше, чем я. Поэтому все пишите в комментариях свое мнение. Что касается других топов, то чисто в теории, если вам зайдет этот, то я сделаю похожие топы там на другие классы. Поэтому, если что-то нужно, пишите в комментариях, я все читаю. А так, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.